Тетрис учит нас, что проблемы имеют тенденцию накапливаться, решения исчезать, а длинная палка это всегда хорошо. В этом видео я расскажу вам историю хита доисторического геймдева. Тетрис. АВ. Минималистичная графика, отсутствие сюжета или запоминающихся персонажей, разве что кроме мистера длинной палки. Не помешало этой простой детской головоломке захватить мир и стать одной из самых продаваемых игр в истории. Но что стояло за этим успехом? Случайные открытия, упущенные миллионные прибыли, рукопожатия, за которыми международные бизнесмены от геймдева ехали преодолевать железный занавес. И многолетние судебные тяжбы, куда уж без них. Как такая маленькая игра, влезавшая на дискету, стала причиной всех этих приключений? Давайте разбираться. Все началось с Алексея Пожитнова, который в далеком 1984 году был простым программистом в Академии наук СССР. Пожитнов получает партийное задание – испытать новый компьютер Электроника 60. И как раз для этого он и создает простую игру, основанную на логических задачках из детства, дабы оценить мощность нового компьютера и немного повеселить себя. Для гостей планеты Земля, которые никогда не слышали о Тетрисе, небольшой экскурс в механику игры. Поле игры похоже на стакан, ну или колбу, или прямую кишку, тут уж как кому нравится. Сверху рандомно генерируются так называемые тетрамино. Поправьте меня в комментариях, если я отклонился от официального произношения. Это странное название состоит из греческого тетра 4 и мино. Примерно как в домино. Каждое такое тетрамино по канону состоит из 4 квадратов, расположенных определенным образом. И дабы игра не генерировала тетрамино случайных форм, было решено их количество ограничить. После того, как тетрамино было сгенерировано, оно начинает неумолимо падать вниз. Задача игрока – составить эти фигуры таким образом, чтобы монолитно заполнить всю линию по ширине поля. Тогда линия исчезает, как бы проваливается вниз. Игра заканчивается, если все игровое пространство снизу вверх было заполнено фигурами, и новым тетрамино просто становится некуда падать. Каноничный тетрис не имел иной концовки как таковой, ведь игра велась на счет, постепенно увеличивая свою скорость. Сам Пожитнов признавался, что как только начал тестировать свое детище, то уже не мог оторваться. Затем он показал игру своим приятелям, и они тоже не смогли оторваться. Те показали ее своим приятелям, и уже совсем скоро вся страна не могла оторваться от гениальной простоты этой поделки. Под вся страна я, естественно, подразумеваю камрадов, имевших доступ к электронике 60, машине, не имевшей своего графического интерфейса, и по сути уступавшей по мощности современным калькуляторам. Затем Пожитнову поступило предложение создать версию игры для персонального компьютера IBM. Если вы еще не догадались, то коммерции здесь и не пахло. Поэтому Пожитнов отмахнулся от идей провести энное количество времени за работой, за которую разве что скажут спасибо. И то вряд ли ведь тетрис, как и стоны ласкового мая, в то время просто копировались дискеты на дискету. Поэтому Пожитнов делегировал работу над проектом своему 16-летнему студенту Вадиму Герасимову, который сейчас работает в Google, между прочим. Вечером третьего дня до Пожитного дошли слухи, что тетрис благополучно пересек границу СССР, и тетрисомания накрыла и другие страны соцблока. А в 1986 году Пожитнов получил телекс от некого Роберта Стейна, или такие даже Штейна, который в то время руководил продажами в венгерской состверной компании Андромеда, и пытался заполучить права на продажу игры в кап-странах. И в подтверждение своих намерений предлагал ее создателю внушительную для того времени сумму. Впоследствии Пожитнов признавался, что в то время его английский был примитивен, и поэтому подготовился заранее. Но то ли текст был написан целиком в инфинитиве, то ли переведен неправильно. Ну в общем, Пожитнов пытался написать приглашение к обсуждению, а Штейн интерпретировал все это как однозначное «да». Вот тут-то и начинаются приключения. Попытка провести бизнес-сделку с идеологическими неприятелями в разгар холодной войны в стране, где фактически все, от гвоздя до атомной электростанции, принадлежит государству. Добавьте к этому еще и новизну отрасли, в которой работал сам Пожитнов, и вам станет понятно, что столько геморроя не видел даже самый опытный проктолог. Все началось с того, что Штейн, который решил не тянуть кота за хвост, уже приступив к упаковке сладкой сделки, сулившей ему миллионы, получил депешу от Элорга, или Электрон Орг Техники, конторы, которая как раз и занималась экспортом советского софта за рубеж. Сообщение было сказано, что по факту Тетрис принадлежит им, и сделка незаконна. Штейн вылетел в Москву и так и обеспечил себя правами на дистрибьюцию игры в 1988 году, которую впоследствии лицензировал уже в свою очередь компаниям Spectrum Holobyte и Mirosoft. Но и тут все пошло по бороде. Так, Штейн получил права только на реализацию игры для ПК, тогда как они были не у каждого, а чуть ли не основными двигателями гейм-торговли в то время были монетные автоматы. К тому же на рынок начали массово выдвигаться и так называемые персональные ручные игровые устройства, на которых на западе можно было невозбранно порезаться в Марио, а на востоке словить волком яйца и посмотреть мультик, когда добьешь тысячу очков. Так вот, осознав, что соглашение вышло кверху мехом, Штейн все равно пошел на сделку с дистрибьютором Mirosoft, объяснив им, что вот-вот нужные бумаги подъедут и беспокоиться вообще ни о чем не стоит. Mirosoft также были еще одним звеном в цепи барыг, спекулирующих правами, и поспешили впарить лицензию Atari и Sega, как раз для монетных аркад и ручных консолей. Чувствуете подвох? Далее некий Хэнк Роджерс, работавший на то время в голландской Bulletproof Software, чухнул, что появился шанс без шума и пыли заработать на старость и заполучил права на реализацию игры для консолей Nintendo, как раз от Spectrum Holobyte, которые в свою очередь барыжили лицензиями благодаря сделке со Штейном. Весь циме состоял в том, что само советское агентство Elorg об этих третьих сделках было ни слухом, ни духом. Они передали права Штейну, и это все, что им было известно. Видимо, они думали, что Штейн сам будет распространять игру, а не барыжить правами через третьи руки. Так или иначе, Роджерс отбыл в Москву и показал им Тетрис на игровой консоли Game Boy, недавно выпущенной компанией Nintendo. Поначалу руководство Elorga было в бешенстве, их можно понять. По сути, какие-то мутные кенты вовсю барыжили правами на Тетрис, либо не получив на это соответствующей лицензии, либо получив ее от мужика, который вообще не мог заниматься перелицензированием. Но хитрый Роджерс убедил их заключить лицензионное соглашение, по сути, задним числом. Вот, мол, ваш Тетрис уже в продаже в Японии, так что, может быть, мы опустим то, как он туда попал, и начнем уже стричь профит. Сам Роджерс впоследствии признавался, что, по сути, не подписывал никаких соглашений, а просто пожал руку Минору Аракаве. Тот, в свою очередь, впечатлился ответом Роджерса на свой вопрос. Когда мистер Аракао впервые глянул игру, то спросил, ну и зачем нам эта фигатура, у нас уже есть Марио, что находчивый Роджерс парировал. Ну, если вы хотите, чтобы ваш геймбой был только для маленьких мальчиков, тогда да, Марио самое то. Но если вы хотите, чтобы вашу консоль покупали вообще все, тогда вам просто необходим Тетрис. Как вы уже поняли, Роджерс обладал просто космическим уровнем хитрожопости и эпичной коммерческой хваткой. Так или иначе, но занесенная в Америку на геймбой, Тетрис стала первой советской игрой, когда-либо продававшейся в США. Ну хорошо, скажете вы, это история взаимоотношений между советским государством и отдельными предпринимателями. Но что насчет самого пожитного? Одна только версия Тетрис для геймбой продалась в количестве 35 миллионов копий. Так сколько удалось заработать самому автору? Дабы не залететь на нары, за прямую торговлю соцсобственностью, которая, являясь софтом в руках умелого прокурора, могла легким движением превратиться в какой-нибудь сверхсекретный тренажер для военных и стать внезапно частью гостайны. Пожитнов выбрал жить долго и счастливо и передал права Центру компьютерных технологий при Академии наук СССР сроком на 10 лет. Так что пока шла вся эта судебная заруба, между прочим, и между Нинтендо и Атари за обладание прав на игру, из которой Нинтендо вышел победителем в 1989 году, что, кстати, очень болезненно ударило по Атари. Пожитнов, поняв, что хватит работать бесплатно, тихой сапой при помощи ставшего ему хорошим другом Хэнка Роджерса, свалил в Сиэтл в 1991 году, и когда в 1995-м права вновь вернулись к нему, он уже был готов стричь бабулесы, и Сим оказался доволен. Более того, в 1996-м Пожитнов и Роджерс основали Тетрис Компани, дабы как раз заниматься лицензированием самой игры и ее различных модификаций. Регистрация официальных имен для Тетра Мино, как будто палка червь и скобка им оказалось мало, и прочим фанам. А дабы обезопасить себя от буч за права с бывшими товарищами, Тетрис Компани выкупила Электрон Оргтехнику с потрохами и потрахала их до полного уничтожения в 2005-м. Помимо неубывающей популярности, Тетрис также принимал участие в нескольких поведенческих экспериментах. В частности, игра оказалась настолько увлекательной, что помогала отчаянно худеющим бороться с приступами легкого голода. Другая группа научных любителей ковыряться в мозгах обнаружила уплотнение некоторых частей мозга и вообще улучшение когнитивных функций у тех, кто употреблял Тетрис регулярно. Кроме этого, известен так называемый Тетрис Эффект. Это когда у людей, достаточно долго упарывавшихся игрой, происходила переоценка реальных объектов в виде Тетрамино с последующими попытками мысленно ими манипулировать. На сегодняшний день Тетрис был портирован на более чем 65 платформах, что является мировым рекордом. Он имеет порядка полумиллиарда загрузок мобильной версии игры. Кроме того, пожитнов собственной персоной работал над более чем сотней разновидностей своего детища. И напоследок, Хэнк Роджерс однажды отозвался об игре и ее неугасающей популярности так. Она похожа на песню Happy Birthday. В мире полно песен, но именно эту песню вспоминают первой и поют на протяжении уже многих десятилетий в различных вариациях. Тетрис это Happy Birthday компьютерных игр. Это была история Тетриса. Не поленитесь рассказать в комментариях, как вы впервые встретились с этой игрой. Я уверен, что встреча была запоминающейся. Также не забудьте подписаться на канал, если ламповые истории из мира IT и технологии вам вообще по кайфу. Это был Vee. До следующего раза.